До импортного образца, натовского образца, представленного для того, чтобы вы его знали. Как в советское время говорили, потенциального противника мы должны знать изнутри. Это основная полагающая вещь. Знать противника потенциального, знать его тактико-технические характеристики, чтобы, если что, применить это оружие против него. Такая совсем не детская экскурсия проходила в стенах обычного, вполне мирного Дома культуры в Покровском районе. Это лишь часть нового проекта «Патриотический марш». Клубы и объединения приезжают в муниципальные районы области и встречаются с молодежью в разных форматах и рассказывают о своей работе. То есть привлекают молодежь к работе в общественных организациях, поисковых организациях, в военно-исторических клубах. Первыми участниками «Патриотического марша» стали клубы «Марпехи», «Десантник» и Лига военно-патриотических объединений «Бастион». Решили, почему таким образом сделать. Все-таки, как бы в городе мы больше работаем в этом направлении, область у нас остается менее охваченная. Поэтому этот патриотический марш, таким образом, показать все, что мы наработали по военно-патриотической работе, показать здесь, в области, именно в Покровске. Конечно, у столов с оружием было не протолкнуться. Каждый хотел подержать в руках то, что видел до этого только в боевиках. Причем девчонок было не меньше, чем ребят. И некоторые из них в вопросах военной подготовки подкованы получше будущих защитников Родины. А с закрытыми глазами можешь? Ну, не знаю, попробовать можно. Самой-то нравится, если делать? Да, мне хочу вообще пойти в армию. Либо в ВДВ, либо в ВВС. И организаторы, и участники, и те, для кого это было сделано, едины в одном. Это нужно, это востребовано, это должно быть. Нужны такие мероприятия, нет? Конечно, нужны. Конечно. Для того, чтобы мы знали и чтобы подготавливались к дальнейшему обучению в армии. Не случайно мы решили провести такое патриотическое мероприятие. Прежде всего, потому что 70-летие победы, естественно. И молодежь, во всяком случае, я думаю, что не только в нашем районе, интересуется этой тематикой. Первый блин не оказался комом, ребята встретили гостей на ура. Довольны остались все. А посему патриотический марш пойдет и дальше, по Орловской земле. Олег Крудаков, Павел Жумабаев, телеканал Первая областная.